доброе утро но я бы так не сказала потому что я вчера где-то в пол второго вспомнила что у меня сегодня репетитор и господи мои мешки под глазами это ужас и что я не сделала домашнее задание репетитор у меня в 11 мне как бы нужно было забраться убраться и сдавать домашку я встала поставила себе будильник на 9.30 с мыслью что я обязательно встану но я подумала что у меня не такая грязная голова я могу видеть поспала еще 30 минут и сейчас у меня есть 40 минут до 11 чтобы сделать домашку я должна успеть я в себя верю ну что ж мое занятие закончилось мы проходили вот это это грамматика выпьем для упражнения это мне задали на дом и сегодня разбирались сувениры слова слушали обсуждали еще новых слов узнали и вот как раз нашли разбирать грамматику я не могу сказать что прямо хотела спать или тупила или что-то такое но я чувствую эти места такими опухшими что и ну я просто не могу я хочу спать у меня нет времени спать потому что мне сейчас нужно первых все убрать во вторых поесть потому что я все еще не поела и возвращаемся к моим баранам как любила говорить одна из моих самых любимых учителей это то что я уже выучила и я это не буду повторять потому что может быть на ночь потому что вчера это на ночь повторяла и у меня остается вот это но мне еще нужно допечатать пару листов сложить вместе с этими посчитать дни для экзамена и понять сколько по времени есть точнее сколько листов мне нужно учить в день потому что нам каждой информации мягко говоря прибавилось и я уже так сказать при параде потому что я делать чужу жду лёшу и мы должны будем отвести документы в мой универ и потом все из учебного остальное уже просто дела и так еще немного про учебу нам скинули во первых 11 вопрос здесь большой шрифт а больше чем как вы можете заметить вот здесь на 14 из этого здесь получилось где-то на 4 страницы но 4 там вообще совсем чуть-чуть можно сказать три страницы вот все скинули 12 вопрос здесь две получается страницы блин как же они плохо друг от друга отделяются в общем здесь за что вот здесь две странички полных вот 13 вопрос и смотрите можете заметить что 10 вопрос который выделен звучит как субъекты финансового права а потом идет 11 12 13 вопрос который как раз рассказывает по каждый из субъект финансового права что общественное территориальное образование как субъекты коллективные и индивидуальные и соответственно вводят по ним эти вопросы вопрос остается открытым что вообще должно быть в десятом задании о в десятом вопросе если потом этот вопрос раскрывается тремя другими вопросами суть моих шпаргалок скорее заключается в том что я делаю шпаргалки не для того чтобы подсматривать но для этого я надеюсь что тоже о боже какие тайны раскрываются но скорее даже для того чтобы просто повторить и понять что из этого я помню или не помню к большей части я уже готовила подобного рода шпаргалки это как бы вторая часть нашего собеседования или очень 2 наш собеседование потому что наш экзамен по факту состоит из двух собеседований поэтому на сегодня я откладываю вторую часть не буду делать шпаргалки по первой части а в этой части у меня есть еще не выученные моменты потому что как я уже сказала преподаватель скинул это позже поэтому какие-то моменты я отсюда еще брать не буду но по большей части я пройдусь и потому что я выучила сегодня как я планирую делать планирую и дело достаточно на самом деле наверное просто я возьму допустим первый вопрос это финансовое право как отрасль российского права и буду думать в своей голове а не смотря на листочек что конкретно я помню из этого например какие определения есть помню ли эти определения какие то может быть есть признаки функции или что черты какие-то характерные или вот здесь есть например шу структура права и я буду просто себе записывать там первый вопрос как он называется как он вообще произносится и допустим что там нужно сказать структуру основные черты и какие-то определения если я их помню я молодец если нет я начинаю их повторять и продолжаю учить ну как-то примерно так я планирую сделать посмотрим сколько уйдет у меня на это времени потому что сейчас у нас 1621 ну собственно я сделал мне получилось две страницы за него это у меня больше часа счет того что здесь нет еще двух вопросов которые я не учила наверное самый сложный это было даже по объему десятый вопрос потому что его я знаю плохо я учила только сегодня я наконец-то закончила всю учебу она меня задолбала и продолжаю свой супер интересный день продолжая его simpson я похожа на кого-то льва причем не стала замечать что моим мокрые волосы завиваются это очень для меня странно потому что раньше не просто были соплями я села делать английский потому что у меня через 37 минут и репетитор уже мне нужно сделать повторить грамматику и делать упражнения в учебнике на грамматику это в конце учебника мне нужно повторить слова и я если честно вообще не помню какие слова потому что потому что я даже сейчас не знаю какие слова ладно есть пару слов но и так много если я успею повторить свои квизли ты будет вообще супер и мне нужно будет сделать упражнение в рабочей тетради вот как так и и Бабушка прервала мой диалог, точнее монолог. Я хотела сказать, что у меня начинается просто фоном такая бесконечная тревожность, даже если я все знаю, хотя я не уверена, даже если я хорошо готова в момент, когда наступит моя очередь, у меня будет все заикаться, у меня все будет трястись, и я буду дико нервничать и боюсь этим сама себе очень сильно испортить. Сегодня мне нужно выучить последнее, это полторы страницы, которые я только что перенесла из презентации в Word. И после того, как мне щелкнет, проблема в том, что компьютер здесь, а принтер там, вот там, и вот перед коробками, которые вот здесь вот видите, а там принтер. И мне нужно включать ноутбук, подключать его к ноутбуку, потому что у меня нет, к сожалению, функции Wi-Fi. Вот, я их выучу, и потом мне обязательно нужно будет повторить то, что я учила вчера и позавчера. Это получается около трех-четырех вопросов. И получается три, шесть, семь, полторы страницы выучить, и еще шесть нужно обязательно повторить, даже чуть больше, семь. Потому что я их действительно плохо знаю, я их не повторяла много-много раз, и потом хочу, если я не умру после повторения вот этого, потому что мне кажется, что повторение скорее превратится в то, чтобы заново это выучить, я планирую повторить функции Центрального банка, потому что у меня в прошлый раз это спросили, и у многих спрашивали, и это один, наверное, из любимых вопросов, и функции Государственной Думы, в принципе, это все мои планы. Всем hello! Мой монитор все так же продолжает быть моим штативом, потому что мне просто лень снять камеру и перекрутить на нее держатель для телефона. Unbelieable. Сегодня у нас 21-я, сегодня день экзамена, уже 11.08, экзамен начался в 10, я была седьмая, но мы подключаемся по шесть человек, поэтому буквально я была следующая после первой шестерки, а Марина была первая, она выступила очень быстро. Дальше зашла я, и выступила тоже очень быстро. Буквально не особо готовясь, и сей, с той, там было то ли четыре, то ли пять человек, всех этих людей, я выступила буквально, в прямом смысле слова, первой и быстрее всех. Мне достались те вопросы, которые, мне кажется, я знала, ну, меньше всего. Я не знаю, почему я такой вечно счастливый обладатель. Я открыла на компе, но нифига я не смогла подсматривать, потому что меня было неслышно с компа, мне пришлось заходить с телефона, поэтому я ответила первый вопрос, потом ему позвонили, преподавателю, у меня было небольшое время, минут три-пять, чтобы посмотреть второй вопрос, который плохо знала, повторить его, пытаться вспомнить нормально, звучить. Я это сделала, я ответила второй вопрос, и мне задали... Второй вопрос был очень маленький, поэтому мне задали дополнительный вопрос, как бы, а что дальше идет? Там у меня были бюджетные, специфика бюджетного процесса, если не ошибаюсь, просто у меня было определение участники бюджетного процесса, все. Вот, я ответила дальше, начала рассказывать, меня прервали, сказали, что я молодец, я была на полшага к автомату, и статью, я так понимаю, не... Кстати, я никак не учитывалась, и что еще? Поставил плюсик, и мы ждем оценки. Сейчас идет 16-й человек, и это страшно. Все встают, сейчас 16-й человек из 26-ти, подключился, и дальше уже посмотрим. Я с утра еще сделала домашнее задание для репетитора, забыла вам его на самом деле показать. Потому что забыла показать, телефон был на зарядке, сейчас у меня уже должно быть занятие, я не знаю, что не так. Может быть, репетитор запаздывает, может быть, из-за того, что опоздала я и пропустила звонок. Но сейчас буду заниматься. Так, надо включить свет, надо включить свет, свет, включись, пожалуйста, спасибо. В общем, я закончила занятие с репетитором, все прошло очень даже хорошо. И я хочу сказать, что мы пришли к новому топику, к новому юниту, я не знаю, как правильно назвать. В общем, мы перешли на education. Будет очень много слов новых для меня, 100%. И это интересно, потому что в целом я же учитель, блин. Так что это пополнит мой vocabulary, так сказать. Вот. А сейчас мне нужно собраться и пойти с мамой переоформить номер на меня. Потому что номер был зарегистрирован на нее. Я хочу перейти либо в ее, то либо в теле 2, потому что МТС меня зовут Бафф. Субтитры сделал DimaTorzok